Приветствую вас, дорогие мои весы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на 2022 год. Хотя и рановато вроде бы, но вот почему-то решила вас побаловать таким прогнозом. Конечно же, прогноз будет очень краткий. Скажем так, краткий обзор основных моментов этого года. Своего рода небольшой анонс главных событий. Более расширенный прогноз будет, естественно, в конце этого года. А пока вот так. Мы с вами сейчас рассмотрим перспективы, какие вас ожидают в 2022 году, какие шансы, какие риски. Ну и выслушаем предупреждение от карты Таро. Начнем. События 2022 года. Общие перспективы. Общие какие перспективы вас ожидают, друзья мои. Верховная жрица. Очень интересно. Хорошо. Ну давайте тогда сразу мы рассмотрим, какие перспективы по основным сферам вашей жизни. Чтобы, как говорится, все в комплексе рассмотреть. Итак, перспективы по сферам вашей жизни. Перспективы в деловой сфере. Луна. Как интересно. Ладно. В финансовой сфере. Двойка мечей. И в сфере отношений давайте еще посмотрим. Ага. Паш Пентакли. Ну вот смотрите, друзья мои. Этот год у вас будет полон таинственности. Полон тайн. Открытие тайн. Или появление у вас тайн. Особенно это касается, я думаю, так, деловой сферы. Здесь у нас выпала карта Луны. У кого-то из вас будет очень хорошо работать интуиция. Как бы вести вас весь год. Подсказывать вам, что делать, что не делать. Указывать на, может, какие-то шансы, нюансы. И так далее. Но, тем не менее, конечно же, карта Луны еще говорит о каких-то неясностях. О колебаниях ваших. Вот. Вполне возможно, у кого-то очень важную роль в деловой сфере будет играть какая-то женщина. Либо персонаж, действующий за вашей спиной. Как бы, знаете, вот почему-то ощущение идет, как вроде бы какой-то кукловод. Но, учитывая перспективы общей поверховной жрицы, друзья мои, многие из вас могут открыть в себе способности к эзотерике, к магии. Могут заняться тайными знаниями. Могут даже уже начать проводить какие-то ритуалы. То есть, погружение в сферу тайн, не только эзотерических. Погружение в сферу неясностей, погружение в сферу каких-то знаний. Может быть, даже, опять же, не эзотерических, а каких-то других. В данном случае, конечно, верховная жрица всегда говорит о глубоком желании и постичь то, что было ранее вам неведомо. Это, кстати, может касаться даже и профессиональной деятельности. Вот. Что касается финансовой сферы, друзья мои. Ну, двойка мечей вроде бы как, ну, скажем так, не вселяет оптимизм, глядя на нее, да? Ну, тем не менее, тем не менее, я хочу сказать, что двойка мечей имеет и еще плюсовые намеки. Это, в первую очередь, погружение в себя. Погружение именно в финансовую сферу. То есть, финансовая сфера может стать у вас на первом месте. Может быть, кто-то из вас первый раз задумается, а что же у вас делается с деньгами? Как вы ими распоряжаетесь? Как вы их зарабатываете? Не пора ли поменять? Ну, могут быть, какие-то события предшествовать такому вашему пониманию, изменениям внутренним. Может быть, какая-то информация. Все-таки, верховная жрица, она говорит о перспективах общих. Поэтому вполне возможно, что в финансовой сфере у вас грядут изменения, благодаря как раз возможности задуматься над этим. Или с течением каких-то обстоятельств, что для вас финансовая сфера встанет на первое место. Она станет вам интересна. Интересна в первую очередь. Вполне возможно, откроются некие тайны, финансовые тайны, друзья мои. Вполне тайные ваши финансовые возможности. Может, вы даже и не думали, что на этом можете зарабатывать. Или за счет этого увеличить ваш доход, ваши заработки. Ну, вот что-то вам откроется, понимаете? Что касается отношений, здесь у нас выпал туз Пентакли, друзья мои. Но тут все просто замечательно. Просто замечательно. Потому что это карта дара судьбы. Это карта подарка. Это карта счастливого случая. Это карта, возможно, для кого-то зарождения новых чувств. Зарождение нового отношения к партнерским каким-то связям. Это могут быть и личные, и деловые, и любовные. Кто-то, возможно, познакомится со своей будущей половинкой. Кто-то поменяет что-то в настоящих отношениях между своими половинками. Кто-то завяжет деловые какие-то партнерские отношения. Новые. Вот в данном случае новые партнерские отношения. И что радует, что радует, конечно, туз Пентакли также говорит о практичном, скажем, подходе к отношениям. То есть не эмоциональном плане, а бы кто, а бы как, как говорится, кто по пути попался, с тем я и иду. Нет. А задумается более глубоко. И благодаря как раз тому, что появится перспектива что-то узнать. Получить какую-то информацию. Может даже из глубин своей души. Может со стороны. Может быть за счет медитации. Тут уже у кого как, друзья мои. Вот такие интересные карты выпали. Ну, деловая сфера полна тоже тайн. В общем-то, я уже о ней сказал, но тем не менее. Но она самая, знаете, такая, я бы сказала, не то чтобы рисковая. Нет. Она какая-то теневая. Вот верите? Может потому, что вы в этой сфере будете вести себя скрыто. Не выявляя своих планов, намерений, своих действий. А вот как-то так, знаете, вот хочется сказать, будет у вас шито-крыто. Вот шито-крыто. Не знаю, как вот точно выразиться. Но я думаю, вы меня поняли, да? Это могут быть и тайные планы. Тайные задумки. А может быть и какие-то интриги будете проводить, чтобы свои интересы соблюсти, чтобы получить свое, чтобы добиться своего. Вот не наскоком, не наскоком, а как-то так тихушечку в тихушечку. Вот почему-то идет мне вот такая мысль и все. Ну вот что касается профессиональной деятельности, возможно, кто-то в своей практике, деловой сфере будет использовать психологические какие-то способы, методы. Может быть даже и это. Ну, давайте посмотрим, какие шансы. Какие шансы вам выпадут? То есть перспективы – это то, что действительно открывается перед вами. А вот с шансами, друзья мои, с шансами не все так просто. Их надо заметить. Шанс может выпасть, как счастливый случай, но вы можете его не воспринять. Но, тем не менее, давайте посмотрим, а что же за шансы. Также посмотрим по основным сферам вашей жизни. Итак, в деловой сфере какие шансы откроются? Ну, друзья мои, тут вообще Солнце. Посмотрите, Луна и Солнце – это вообще шикарные, на мой взгляд. Это шанс открытия чего-то нового, шанс открытия новых перспектив, шанс открытия новых способов, методов. Может быть даже шанс появится у кого-то сменить работу, вид деятельности, шанс навести порядок в своей семье. Имеется в виду вот именно делами, конкретными делами. Может сменить жилье, может сделать ремонт, может куда-то переехать. То есть этот шанс, он настолько широк, настолько объемен, и что вот, ну, описывать конкретно, что же это такое будет, невозможно, друзья мои. Солнце, оно и есть Солнце. И, в общем-то, если у кого-то есть мечта, есть желание что-то получить, что-то сделать, чего-то добиться в деловой сфере, какими-то делами, еще раз повторюсь, или в профессиональной деятельности, или в личных делах, или в хозяйских, домашних делах, то, друзья мои, ворота открыты, двери открыты настижь. Может, большая вернее вероятность появления таких счастливых случаев, таких шансов. Так что смотрите в оба. Что касается шансов в сфере денег, в финансовой сфере. Ну, тут троечка кубков. Ну, о чем она нам говорит? Она говорит нам о том, что может появиться шанс увеличения своих доходов за счет объединения с кем-то. За счет участия в каких-то групповых союзах, групповых мероприятиях, сделках. Ну, а вообще тройка часть говорит о легкости. О легкости, о душевных каких-то желаниях. То есть, да, у вас может появиться шанс предложений интересных. Может появиться шанс проведения каких-то сделок по недвижимости, купли, продажи. Шанс появиться, может быть, по переезду, но с одним таким интересным добавлением. Это будет у вас не в одиночку, а с помощью кого-то. Может, по протекции кого-то. Может быть, с участием кого-то. При помощи кого-то. То есть, здесь у нас идет, как бы, групповое мероприятие. Вот. Шанс благодаря кому-то. Вот так я бы даже сказала. Шанс благодаря участия с кем-то. Ну, финансовый шанс. Смотрите, как у вас там дальше получится. То есть, тут уже индивидуально соизмеряйте свои возможности, свои ресурсы и так далее. Что касается шансов в сфере отношений. Ну, здесь у нас отшельник. Ну, почему-то вот первая идет информация, что появится шанс встречи с очень умным человеком. Дальновидным человеком. Мудрым, сказала бы, человеком. Это раз. Во-вторых, у кого-то появится шанс взглянуть со стороны, что у вас происходит. Ну, опять же, повторюсь. Либо в деловых, либо в любовных, сердечных, семейных отношениях. Взглянуть со стороны, как бы сделать оценку. А что же и как же. Делать что-то, изменять что-то. Или все просто замечательно, но вы этого как бы не видели. А наконец-то в этом году, присмотревшись, поняли, что оказывается-то у вас все нормально. Или поняли, что вот здесь нужно подкорректировать. А вот здесь вообще поставить точки, оборвать отношения и идти дальше. Да, карта отшельника, она говорит, а у вас появится шанс. Как бы, знаете, не то чтобы уединиться, отойти от кого-то. Хотя, в принципе, и это тоже может быть. А как бы именно взглянуть со стороны, свысока. Более такой обширный обзор. И понять, что и как. Но, тем не менее, учитывая перспективы, друзья мои. То, я думаю, будет повод о чем подумать. Что взвесить и что оценить. Ну что ж, прекрасно. Идем дальше. Что у нас с рисками и с предупреждением карт Таро. Итак, каковы риски? В 2022 году могут у вас быть. Ну, туз Жезлов, друзья мои. Тут не сказать, что бы риск. Хотя, конечно, он имеет место. Потому что туз Жезлов это наивысший пик желаний. И вот во время вот этого пика желаний, когда, вот знаете, хочется бежать, скорее делать, скорее получать, скорее что-то совершать, идти вперед. Или, допустим, скорее выяснить отношения. Там выйти замуж, жениться или развестись. То есть, вот эта торопливость, именно, как говорится, встали утром, я хочу и понесились. Вот это риск. Не стоит этого делать. С одной стороны, конечно, туз Жезлов говорит о повышении энергии, о наличии какой-то цели, о каких-то изменениях, происходящих в вашей жизни. Но, тем не менее, с одной стороны, это хорошо, но поспешайте не спеша. Вот такой, друзья мои, риск. Что касается предупреждения, давайте посмотрим. О чем предупреждают вас карты Таро? Влюбленные. Ну, влюбленные, друзья мои, это карта отношений. И только отношений. Да, Таро предупреждает быть внимательными. Внимательными в ваших связях, в контактах. Внимательные при принятии решений, при выборе партнера или партнерши. И не важно, любовный это партнер или партнерша, или деловой. Тут, как говорится, и то, и другое важно. Или кто-то, допустим, родственные, вернее, какие-то связи. То есть, они будут очень для вас актуальны в этом году. И поэтому надо быть очень внимательными. Нельзя у нас выпала верховная жрица на перспективы. То есть, да, у вас появится шанс разобраться, хуй есть хуй, кто есть кто. И принять решение, как действовать дальше. Но, опять же, Таро предупреждает быть очень внимательным. Не торопиться. Взвесить всё очень серьёзно. А потом уже действовать. Вот такой прогноз, друзья мои, получился на 2022 год. Ну, а мне остаётся только пожелать вам на этот год, конечно же, удачи, здоровья, хороших перспектив. Ну, а самое главное, друзья мои, будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале и моём инстаграме.